Я бы не стал все проявления конфликтов, иногда даже вооруженных конфликтов между этническими группировками и коренным населением того или иного пункта, населенного, оставить в один ряд. Берелева — это выходящие за рамки. Берелева — это конфликт дагестанских группировок, можете назвать их в бизнесе, с азербайджанскими. Берелева — это удачно спровоцированное и срежиссированное действие, которое позволило и развязало руки местным властям предпринять все для закрытия этой базы. Вопрос экономический для чего и какие подоплеки, я думаю, просто не стоит на эту тему долго распространяться. Экономические интересы здесь есть, они очень хорошо прослеживаются. Все, что касается таких вещей, как Кандапога или Пугачев или многое-многое другое, везде все равно стоит экономика во голове. Везде стоят корыстные интересы, и когда люди говорят о том, что вот там есть засилие, в основном два фактора. Это поведенческая формула людей, которые не являются коренными жителями этого региона или этого города, или этого населенного пункта. И, пожалуй, недовольство, что какая-то этническая группировка захватила тот или иной сектор бизнеса в том или ином населенном пункте. Все-таки всегда идет, вот понаехали, вот взяли рынки, вот взяли базы, вот взяли торговлю, вот взяли что-то еще, вот взяли. Вот это вот ключевое слово «взяли». И многим это не нравится. А, потому что они не взяли, Б, потому что они не умеют, и В, потому что сплоченность меньшинств всегда будет по энергетическим возможностям неизмеримо выше, чем нежели коренное население. Потому что вот эта компоновка этнических группировок и сама по себе ее формула формирования, или вот так будем говорить, формирование этих этнических группировок, оно как раз сопряжено с максимальной поддержкой друг друга. Это очень четкое чувство локтя, плеча, как угодно. Это желание и возможность всегда прийти на выручку своему близкому. Это очень серьезные родственные связи, клановые связи. Как правило, ведь не приезжают просто турки. Турки приезжают к дяде, к дете, к германии только. Вот таким образом это все формируется. Возьмите албанские структуры по всей Европе, они тоже выстроены под семейную структуру. Поэтому, когда нам говорят о том, что вот это вот Бирюлева, это всплеск благородный возмущения национального, так сказать, большинства, потому что его угнетают, это все чистые воды рекламные, так сказать, трюки, которые используют люди для того, чтобы привлечь внимание к каким-то экономическим проблемам. И я думаю, что рассматривать это как национальное или межнациональное отношение нельзя. Скорее всего, власть по каким-либо неведомым мне причинам пытается сегодня эту карту разыгрывать, на всякий случай держа ее в рукаве, если экономическая ситуация возникнет уже такой, что она будет просто запредельной. Вот я думаю, что национальные или националистические карты держатся властью именно для этого сегодня.